всем привет лучшим с расхождениями пока я по временем так как эта тема в принципе особо не актуально на моем канале в тег токи для вас здесь продолжим разбирать более важные темы наверное водителей по расхождениям это все-таки такой вопрос достаточно серьезный учить вас расходиться я это делаю не всегда правильно каждый на своей шкуре лично проверит сам сделать это выводы будет соблюдать правила бпс и все будет хорошо так вот сегодня у нас тема такая как замена балластом в общем мы идем сейчас амстердама норвегию очень пришлось нам взять балласт там и там загрузились но загрузка была неполной соответственно взяли получается первые вторые четвертые венге и актерпик соответственно пресная вода ну и по приходу в норвегию у нас вообще инспекция ожидается и даже если она не ожидается вы все равно должны делать все правильно так вот замена балласта замена балласта должна быть произведена каким методом каждого суда есть сертификат water management сертификат вот смотрите в нем значит указывается какой метод можешь использовать на данном судне данном случае в нашем случае сиквентал метод и флоуфрю метод флоуфрю это значит на перелив но перелив можно учитывать что его нужно делать не допустим час катаем танк на три раза больше на перелив пускай секвентал метод это то же самое что и empty refill что у вас указывается в балласт рекорд бук в принципе его здесь в нашем журнале нет у нас есть только empty refill то есть секвентал метод он есть и флоуфрю метод но здесь написали на самом деле немножко неправильно можем использовать и флоуфрю и empty refill есть еще книжка такая чтобы вас зуба сомнений не было есть книжка очень важная которые вы должны прочитать обязательно если вы стали старшим помощником балласт water management plan здесь все очень четко указ указывается описывается как что делать последовательность чтобы не было никаких проблем то есть нужно учитывать и остойчивость и осадку чтобы винтом не оголился на ходу это делаете погодные условия учитывать допустим на нашем судне в том контракте была такая проблема пришли в балласте нужно было 3 катали 3 винги и у нас начал появляться крен клапан заклинило в общем из-за чего заклинило непонятно но видно из-за того что когда уже под конец откатки началась осушаться клапан да то есть вода то поступал то не просто заклинило и все и у нас ойлер не мог его остановить и у нас крен все увеличился увеличился но в итоге каким-то образом все-таки все дело остановилось они даже сами не поняли как это произошло и что с этим делать и это достаточно очень серьезная проблема поэтому надо использовать flow флю метод для вингов как и указывается в балласт водорограмме менеджмент плане советуют а уже донные и актер пик мы значит используем же mt refill или секринтал метод там уже опустошается так значит полностью не менее 99 процентов и потом заполняется новой другой водой в той акулаторию которую вы следуете более близкой и это как бы не все нюансы есть районы да есть также нюансы указаны по поводу глубин но опять же в нашем случае мы ходим на счет у нас перехода небольшие глубины у нас в основе здесь не позволяют северном море глубина всегда меньше 200 метров там советуют более 200 и также 200 миль от берега тоже этого не соблюсти поэтому там есть такая поправка что если нет возможности то можно уйти как бы от этого если вы пойдете в австралию и этом я думаю там все как бы серьезно там уже по любому 200 миль вы должны соблюсти что они там вообще очень так серьезно к этому относится и в канадские порты и насколько я знаю тоже можно попасть короче с этим делом иначе проверяющий придет если вы это не сделаете и просто запишите в журнал могут взять пробу а там вода кажется пресная или если недостаточно overflow сделаете также вода будет не соответствовать пробок будет очень отдаленно то что вы записали то есть это будет серьезное нарушение я думаю в африке так это вообще там блин такой нормальный штраф в том же дакаре за такое могут не знаю там 50 тысяч выдать чек так что читаем и читаем здесь у нас также в норвегии получается там 62 градус и и сколько я знаю до 62 градуса нужно в эту замену произвести такие дела это так основные вот вроде как нюансы вам рассказал надеюсь будет кому-то полезно что все таки балластная операция они должны выполняться строго по правилам иначе все может плохо кончится лучше все ребят спасибо за внимание всем пока